всем привет с вами Игорь сегодня покажу как я организовал у себя интернет наконец-то мобильный 4g 4g 3g он переключается как ему нравится вот все больше не увеличивается вот такая палка доска прикрученная там бутылка от масла подсолнечного внутри запрятал модем видите там да снизу он немножко его видно но он как раз в ровне с бутылкой там она не затечет ничего там все все нормасик туда же запихнул блок питания 12 вольтовый повыше повесил на проволоку и 220 вот это получается синий провод это lan интернет а черный это 220 туда подходит потом она все заизолирована там резетки нет я просто от блока питания отрезал вилку и все это изолентой красиво замотал и туда все запрятал внутрь хомутиком вот сам модем я не знаю не помню показывал я его или нет ну если кому-то интересно такой модем могу ссылку на алиэкспресс оставить где я покупал вообще классный модем очень хороший прием и не уверенный даже в доме у меня стоял какое-то время пока я туда не вынес то ты что работает супер супер работает планшет так не берет доме как этот модем там видимо усиленный приемник какой-то ну вообще классно ну на улице будет еще лучше брать ну бутылку я эту вот банку или бутылку флягу покрасил еще в белый цвет видите да снаружи ну чтобы оно там не напекало солнцем мой модем в жару пускай в тени очки севы снизу вентилируется все нормально там вот только единственное что вот подумал и вот так трогал этот синий lan кабель он такой из дешевеньких и вот это вот сама наружная изоляция она мне не понравилась она как трубочка вроде такая тоненькая то что для термоусадочная похожая но вообще она такая тоненькая к это мне кажется что она на солнце может перегореть там за какое-то время может ее чем-то обмотать мне так кажется а вот этот силовой кабель что на 220 там с переноски там вообще классный еще советский в резиновой такой ну он для за него даже и не переживаю очень классный кабель так сейчас пойду покажу я моя вышка и и даже отсюда видно лайфовскую вышечку вот моя вышечка лайфовская лайф вышка недавно поставили еду как недавно ну уже лет пять наверно но раньше ее не было ну я не знаю сейчас это максимальное увеличение ну где-то до нее ну километр есть то наверно даже и больше километра сейчас ее попробую убрать увеличение чтобы было понятней а вот это вот я убрал на своем фотоаппарате увеличение вот видите вот это я сейчас стою как раз под своим трекером металлодеревянным солнечным полем стою под ним и вот отсюда я вижу свою вышку лайфовскую вот я вообще не знаю зачем я повелся на этот маклауд вот на эту шарашки ну контору они мне такую пакость сделали ну там кто не видел смотрите там у меня есть парочку видосиков вот но я на них конечно вот это не повелся все тысячи им давать не буду за ихнюю халтуру и вот надумал я организовать вот мобильный интернет вот тем более вышка у меня рядом он мне нравится я уже с ним пользуюсь уже маклаута у меня давно нет я ими раньше пользовался этим мобильным потом меня почему-то этот маклаут развел я подключился к нему он поломался никто ничего ремонтировать не хочет деньги требуют и опять решил вернуться к своему мобильному интернету тем более что вот говорю же вышка рядом 4g есть уже даже там пишут вроде 4 и 5g но я не знаю как это 4 с половиной 4.5 4 есть 3g 4g там переключается она бывает по всякому и я вам скажу точно что будет и 5g здесь пройдет какое-то время поставят и эту технологию сюда и вообще будет интернет тут у меня супер-пупер так что обойдусь я и без этого маклаута ну сейчас пойдем еще посмотрим скорость как я подключился в доме так вот я уже зашел дом и сейчас мы посмотрим скорость на компьютере какая у меня тут у меня есть спид тест закачал я сегодня вот он и нажимаем вперед сейчас посмотрим что у нас тут выдает о ну десяточка 10 мегабит в секунду ну сейчас вообще-то так она под вечер часов 5-6 загруженная так понял вышка кстати заметил что вот этот вот модем с алиэкспресс он может выдавать огромнейшую скорость и даже 70 и 80 я видел с него мегабит но сколько выдает вышка в данный момент столько он и выдаст тоже он больше выдаст не может то есть еще очень много зависит именно от скорости которую сейчас выдает вышка лайфовская вот то что она сейчас там загружена вот она может это выдать то вот этот вот модем он так и выдает если позволяет вышка лайфовская больше выдать то он естественно больше и выдаст модем ну то есть зависит от загрузки вот как я здесь подключил ну вот этот вот синий у меня опускается интернетовский кабель это сетевой туда я к нему сеть 220 протянул потом я вот этот вот синий подключил вот у меня вот этот вот еще модем asus есть я у него воткнул интернет кабель вот этот вот выход и уже с выхода на компьютер тут не видно сейчас темновато вот короче получается через него хотя я пробовал прямо вот этот кабель в системник втыкать ну примерно то же самое получается даже вот этот вот ну я раньше так планировал так его и сделал вот этот вот в принципе промежуточный модем или вайфай раздатчик как ее правильно назвать он даже и не нужен кабель можно прямо в системник воткнуть а вайфаем пользоваться на планшете потому что я в основном пользуюсь не компьютером а планшетом вайфаем то мне как бы вайфай более актуально чем вот этот вот кадр хотя вот сейчас посмотрим на планшете вот он планшетик сейчас я немного яркости добавлю было видней сейчас у меня тоже тут подключен сейчас посмотрим через какой я сейчас пользуюсь модем интернетом вот у меня настройки вот сейчас у меня подключена именно вот этот asus видите asus подключена а4g cpe это тут же ниже сбережено замок на нем стоит это я сейчас пользуюсь хотя я могу переподключиться вот сейчас посмотрим через этот asus какая будет скорость на планшете то есть через вайфай вот этот передатчик так открываем этот же speedtest и кнопочка go что тут у нас сейчас покажет я нажал или нет вот теперь нажал так примерно то же самое видим да примерно та же самая скорость видите она то туда то сюда ну нестабильная скорость такая она то выше то ниже вот это получается 5 78 на прием и на передачу еще на передачу не показано пошло на перед на передачу что вообще мало 34 мегабита в секунду сейчас такой просто день я вот подожду потом позднее засниму побольше будет скорость вставлю это видео подловлю что он может так а теперь еще посмотрим я могу переключиться с вот этого сейчас видите сейчас я на asus на wi-fi сижу сейчас мы включимся на тот модем переключимся что на крыше у меня стоит вот он 4g cpe 2978 подключено а asus ниже сбережено на замочке вот сейчас я пользуюсь wi-fi получается вот кстати сигнал вот видите тоже да возле меня вот этот asus сигнал полный а 4g этот модем он на крыше стоит там за шифер доски считай там ну метров тут только кабеля 5 метров получается то сигнал видите не очень такой хотя что интересно вот этот такой сигнал он по всем по всему по всему дому где бы я не ходил он везде вот такой вот на улице даже и лучше то есть сигнал даже неожиданно вайфая очень хороший получился даже через этот шифер я же говорю чердак потолок и все такое то есть отлично работает даже оттуда поэтому я что-то думаю что вот этот вот промежуточный роутер вайфай он даже и не нужен кабель я воткну прямо в системник а вайфаем буду пользоваться с того что на крыше напрямую зачем мне вот этот он еще плюс энергию куда-то будет есть ну я так думаю посмотрю конечно мне кажется что вот этот вот элемент он как бы вайфай работает с того зачем он не так посмотрим сейчас я на 4g этом cps крыши посмотрим какая у него будет скорость так где там мой спид тест гол сейчас через этот тут что на крыше посмотрим какая скорость в принципе то же самое в принципе тоже немного может больше даже но это еще от времени зависит вот там минута туда-сюда немного вышка разгрузила но уже работает так ну и на передачу 460 даже даже больше получается вот получается 9 с половиной мегабит прием 46 передачи вот вот как то так она все работает короче я интернетом доволен все работает вот даже можем открыть вот у меня на компьютере youtube чик уже скачал вот видите нормально он грузится довольно быстро ничего не подвисает все мой канал сейчас зайдем о видите уже сразу видео пошло кстати что интересно вот это вот заглавное мое видео как оно там называется трейлер канала или как только я на свой канал захожу на планшете она не начинает воспроизводиться а на компьютере сразу воспроизводится ну звука нет видите видео воспроизводится а звука ну звука нет ну я через наушники пока что так пользовался компьютером я же говорю я компьютером мало пользуюсь мне возле него сидеть как то я лучше с планшетом полежу вот мне это как бы удобней с планшетом пользоваться вот такой вот видите получается интернет можно даже любое видео включить вот бутылочки мои эти сразу пошло и качество довольно таки хорошая реклама вот что то вот кстати на компьютере вот реклама на планшете вот это на планшете сразу начинается реклама потом видео а тут сначала видео потом реклама потом опять видео как то непонятно вот качество нормальное видите на ютубе ну оно если скорость низкая оно сразу начинает ухудшать качество сейчас нормальное качество подвисаний никаких нет все нормально все циклирует вот короче вот так вот я организовал все интернет так что я вам скажу может быть даже таким вот макаром хороший мобильный интернет качественный в селе организовать и без даже без кабельного без кабель ну если конечно вышка не очень далеко хотя вот этот вот модем я же говорю он там я читал в нем ну кому интересно я ссылочку оставлю на алиэкспресс то у него очень классный приемник даже вот дома я сравнивал он у меня вот здесь вот стоял возле компьютере ну пока его там не вынес на крышу вот он даже тут показывал почти такую же скорость как сейчас на крыше даже тут хотя планшет в то же время если переставить там было sim карту то он планшет показывал намного ниже скорость а вот этот модем вот там у него две антенны идет на вайфай антенна ну скручиваются сверху такие как бы две рогатый такой вот модемчик два рога сверху у него торчит вот короче я доволен этим модемом с алиэкспресс нормально он функциклирует все как бы отвязался я от этого маклаута вот наконец то я сделал себе вроде нормальный интернет должен работать все а вот этот вот наверное вайфай роутер я даже вот это промежуточное звено даже и уберу ну не знаю еще пишите если там кто то кто понимает вот стоит ли его держать для улучшения сигнала вайфая в доме или он в принципе и не нужен только будет электроэнергию есть такое промежуточное ненужное звено или пускай будет ну короче пишите что вы об этом думаете стоит ли его держать или включить напрямую этот кабель а вайфаем пользоваться в компьютер в системник лан кабель напрямую этот синий не через него а вайфаем пользоваться с крыши тем более как вы видели он у меня довольно неплохо и берет ну ладненько и так уже заговорился все всем пока до следующих видео и